Доброго здоровья, друзья! С вами Руслан. И сегодня мы с вами поговорим о шаровых молниях и меркабах. Шаровые молнии — это явление природы, теперь уже хорошо изучено традиционными науками. И сейчас вы наблюдаете фотографию шаровой молнии над дорогой. Шаровые молнии образуются всегда во время летней грозы с сильными ливнями или сразу после прохождения грозового облака. Имеют высокий энергетический заряд миллионы вольт. Они сформированы статическим электричеством и поэтому очень опасны. Сферический заряд образуется при неполном заземлении линейной молнии. То есть по какой-то причине не происходит нормальная разрядка и пробой атмосферы. Электрическая плазма сворачивается в клубок, в шар диаметром от 10 до 40 сантиметров и начинает левитировать в воздухе до нескольких минут, пока разряд не уйдёт в землю. Свечение шаровой молнии обычно очень яркое, голубовато-белое, словно дуга сварки. Разрядка происходит позднее, обычно через крупные металлические предметы. Через водопроводы, неизолированные провода и прочее. Некоторые исследователи аномальных явлений приписывают шаровым молниям разумное поведение, но это не так. Статичное электричество не может быть разумным. Здесь ряд факторов сопутствовал субъективной ошибке исследователей. И сейчас вы наблюдаете фотографию шаровая молния над луговиной. Следующая фотография – шаровая молния возле автострады. А теперь о меркабах. Меркабы – это разумные энергоуправляемые структуры. Меркабы выглядят как один из типов мягких НЛО, но они обычно крупнее мини-разведочных зондов. Субстанция очень пластичная, способна менять форму. Для меркаб обычной формой являются энергетические шары, светящиеся тороиды, сплющенные овалы, капли с хвостиком, световые эллипсы, иногда диски и линзы. Индивидуальные меркабы применяются разумными существами в том случае, если сами разумные существа, например, гуманоиды, по какой-то причине не могут лично находиться в данном пространстве. Поэтому вместо себя они посылают разумный энергосгусток, который может быть и частью разумного сознания. Кроме того, меркабы могут быть и частичным проявлением высших разумов в нашем земном пространстве. Этому интересному явлению посвящены несколько наших статей. И сейчас вы наблюдаете фотографию визуализации разумной плазмы неземного происхождения появления меркабы. Белый шар имеет диаметр около 40 см. Телепатические контакты с представителями внеземной цивилизации. Город Перд, Австралия. 10 февраля 2011 года. И следующая реальная фотография. Разумная меркаба может быть неправильной формы. Согласно данным С. Цвелёва, увеличение мерности пространства способствует разрежению любой материи. Это связано с переходом материи на другой, более высокий уровень энерговибрации. Стабильные гуманоидные формы разумной материи существуют обычно до мерности плюс 7. Это предельная мерность для гуманоидной и любой другой формы. При увеличении мерности выше плюс 7 любые формы исчезают, превращаясь в субстанцию. То есть энергетически разряженную форму материи, находящуюся на уровне холодной плазмы и состоящую из лёгких элементарных частиц. Поскольку подвижность и энергонасыщенность среды возрастает. Эта субстанция может выделять нетепловое, так называемое холодное излучение в окружающую среду, то есть светиться. Субстанция нестабильна по характеристикам. Может менять свою форму и характер свечения. Может менять спектр излучений, перемещаться в пространстве методом медленной левитации и ускоренной телепортации, преодолевая любые расстояния и препятствия физического мира. Поскольку тонкая материя субстанции абсолютно прозрачна по отношению к грубому материальному миру, то и обитатели плотных миров, например, люди Земли, обитающие в данное время в трёхмерной системе, не могут потрогать руками или увидеть своими глазами субстанции высших измерений, а могут только ощутить их присутствие экстрасенсорными чувствами. Автор информации — уфолог-исследователь Павел Хайлов. И если вам интересна подобная информация, то вы можете отметить её как «мне нравится». Если у вас есть интересные случаи встречи с подобными явлениями или есть свои мысли, вы можете писать их в комментариях под видео. И если стоит продолжать подобные темы, то ваш комментарий может помочь продлить озвучивание подобной информации для вас. Пишите смелее. И на этом мы с вами прощаемся, но только до следующих встреч.